всем привет уважаемые рыболовы рад поприветствовать вас на канале спиннинги с 38 и сегодняшнее видео будет посвящено обзору приманочки от рыболовного бренда компании мегабас эта приманка под названием каната данный воблер совсем недавно появился на рыболовном рынке россии и мне очень захотелось приобрести данную приманку и потестировать ее у нас на водоемах давайте посмотрим как же выглядит упаковка что представляет из себя воблер а воблер должен сказать сразу выполнен очень оригинально и интересно ну обо всем по порядку упаковочка в принципе стандартная то есть это жесткий пластиковый каркас в котором находится приманка приманка как видите она не болтается внутри коробочки она закреплена в специальном так называемом лотке где она хранится на упаковке указано название рыболовного бренда компания мегабас то есть серия воблера и указано то что данная приманочка является плавающей пока именно в плавающей версии этот воблер и выпускается вес приманочки 30 грамм габариты воблера очень большие это 160 миллиметров то есть это очень крупный крупный воблер воблер как видите у меня имеет натуральную окраску именно в натуралке он мне очень понравился сам воблер ручек как указано на упаковке имеет систему дальнего заброса которая представляет собой не что иное как три металлических шарика которые расположены в теле воблера и момент заброса они перемещаются по каналу в хвостовую часть после начала проводки или в момент начала проводки эти шарики скатываются обратно в определенную зону где и находятся ну что же давайте откроем коробочку и достанем воблеров как уже говорил воблер сам закреплен в таком жестком лотке где он в принципе находится и так ребята вот такой вот воблер воблер очень крупный если вот сравнивать с размером ладони то есть воблер имеет весьма внушительные габариты но несмотря на это компания мегабас позиционирует эту приманку как приманку которую необходимо анимировать рывковой анимации как вы знаете я очень люблю ловить на воблеры в принципе так же как и многие рыболовы и поэтому мне конечно же захотелось приобрести данную приманку и потестировать ее у нас в области сам воблер имеет вот такие вот вот такую вот форму тела то есть она с виду очень большая но разработчики компании мегабас подошли к созданию воблера очень оригинально нужно сказать очень оригинальное решение так как если вы повернете воблер вот в такой плоскости то есть посмотрите на него сверху воблер очень очень тоненький с боков толщина тела максимальная как указано на сайте производителя имеет 1 сантиметр то есть это очень незначительные габариты при том что если повернуть боком воблер смотрится просто громоздкой очень большой напоминает небольшой джорг как уже сказал система дальнего заброса воблере присутствует то есть состоит она из трех шариков которые катаются вон там по каналу их видно как они перекатываются также здесь имеются еще несколько шариков которые являются балансировочными то есть задают положение тела воблера в воде приманка имеет небольшое заглубление то есть в принципе она подойдет даже при ловле на реках средних ну и в принципе даже небольших где глубина в пределах метра полтора то есть приманочка заглубляется глубину от 0 8 до 1 и 2 десятых метра но так как воблер является плавающим и удобно проводить будет с берега как я уже говорил именно плавающие приманки плавающие приманки на мой взгляд наиболее хорошо подходят при ловле с берега с лодки можно ловить конечно любым воблером и с любым заглублением так как проводка выполняется в другом так сказать стиле и в другом направлении почему же я выбрал приманочку именно в натуральной расцветке потому что такие приманки хорошо работают осенью на реке так как глубина погружения воблера небольшая попробую потестировать его при ловле на течении крупной осенней рыбы посмотрим что из этого получится крючки и сама форма тела приманки они подходящего и размера и подходящей форме компания мегабас утверждает что данный воблер неплохо играет на равномерке посмотрим так ли это на самом деле но в принципе параметры воблера они подходят для ловли на течении фото отчеты будут в группе а также на канале youtube в теме сообщества возможно удастся поснимать видео сама приманка имеет и оснащена тремя крючками крупными крючками должен сказать то есть крючки весьма большого размера сами крючочки выполнены очень жестко то есть жесткие они по своему по своей структуре имеют жесткую проволоку то есть не гнутся и думаю в принципе выдержат напор довольно таки крупные рыбы вполне себе неплохо должны держать крупную рыбу но это уже проверим на осенних рыбалках на водохранилище и непосредственно на реках в передней части имеется петелька которая оснащена заводным колечком то есть к заводному кольцу цепляется непосредственно приманка я заводные колечки не снимаю в принципе мнение для рыбалки не мешают что же касается лопасти лопасть выполнена довольно таки оригинально и интересно она имеет небольшие габариты и именно благодаря вот этой лопасти приманочка заходит на глубину от 0,8 до 1,2 метра приманка как уже сказал основное ее назначение это проводка именно рывковой анимации посмотрим удастся ли моему рестиву и моей палке от компании максимус то есть циркону справиться с данной приманкой ну циркон думаю с легкостью продернет а вот рестив с тестом от 8 до 32 грамм не знаю справиться или нет потому как сопротивление воблера по сопротивлению воблера пока ничего сказать не могу на водоеме приманка еще не было окраска очень качественно выполнена расцветочка под ельца как видите форма нижней части воблера то есть брюшка очень оригинально выполнена она не такая ровная а имеет вот такие изгибы тела то есть довольно таки сложной формы сам воблерочек давайте взвешиваем посмотрим сколько он вешает грамм то есть вес приманки 30 31 грамм показывают мои весы ну погрешность как я уже говорил всегда присутствует на весах к сожалению мои весы которые я заказывал где-то затерялись и не дошли до меня поэтому к зиме закажу новые так что вес приманки в принципе соответствует тому что написано на упаковке приманочка как уже сказал интересная в плане рыбалки посмотрим как она себя покажет на осеннем рыбалке на водохранилище будут ли на нее пойманы щуки и какого размера так что кому интересно обязательно не забудьте подписаться на мой канал постараясь в своих видео подробно рассказать о способе проводки ней и способе анимации данного воблера где как и на каких глубинах он будет хорошо себя показывать какую рыбу мне удастся на него поймать так что ребята желаю всем удачных рыбалок ну и до скорых встреч всем пока ну и до скорых встреч пока пока